Меценат из Каспийска завершил работы по организации доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении месяца в парке культуры и отдыха имени Магомеда Халилова шла реконструкция тротуаров. Для удобства инвалидов были обустроены специализированные пандусы и парковочные места. Сегодня, в Международный день борьбы за права инвалидов, они лично провели инспекцию проделанной работы на различных средствах передвижения с ручным и электроприводом. Напомним, в марте текущего года руководитель строительной компании РКДСТ Запир Исаев выступил с инициативой организовать доступную среду для инвалидов и родителей с детскими колясками. По результатам проведенных мероприятий обустроено шесть парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Установлены специализированные дорожные знаки и разметки. Благоустроены пандусы на тротуарах и в парковой зоне от банкетного зала «Россия» до здания «Русгидро». В рамках мероприятия был также завершен участок тротуара за кинотеатром Москва. Установлены плитка, балясины и оборудован пандус. Я могу сказать, что мы завершили работу по доступной среде в городском парке. В общем, мы делали здесь 10 точек и делали три стоянки для иную ряду колясочников. А каждой точке по две парковки. Да, очень удобно. И вот ребята приехали поддерживать меня сегодня сюда. Вот они сами гуляли сегодня, поднялись, спускались без посторонней помощи. Вот те ребята сами гуляют без посторонней помощи. Я считаю хорошим результатом. Рамазан Мирзаев прикован к инвалидному креслу с 1986 года. В городском парке проходит досуг инвалиды и подобные перемены, безусловно, находят позитивный отклик отдыхающих. Однако добираться до мест культурного отдыха Мирзаев вынужден из частного сектора, где подобным вопросом организации доступной среды пока никто не задаётся. В парке всё хорошо, прекрасно. А я живу на улице Темирязева. Ну, почти город проезжаю на этой коляске. Ну, там периферии, короче, очень плохие тротуары. Вот. Невозможно оттуда проехать. Мне приходится проезжать по проезжей части. Тротуары нужны не только для инвалидов, для родителей с колясками, детьми. Напомним, мероприятия по формированию доступной среды велись на средства мецената Запира Исаева. Процесс работ проходил под чутким руководством помощника главы Каспийска Арсена Базаева.